Однажды в сказке. Добрыми и веселыми, чтобы ребеночек заснул быстрее и сон слаще увидел. А меж тем, дуракам лютым стало выживать проще. Так они и заполонили землюшку, отчего проникли всюду. И сказ сегодня будет о том, как испортили сериал, что так хорошо начинался. Я начала смотреться даже в сказке. Я тоже очень давно начинала. Ничего не помню. Как обычно. Это ТОП-10 ошибок «Однажды в сказке» или «Илья, посмотри, такое классное шоу!» Сериал «Однажды в сказке» повествует о маленьком городке Сторибруке, в котором живут сказочные герои. Злая королева Реджина заколдовала сказочный мир, перенеся всех сказочных героев в мир реальный и заставив их забыть свою прошлую жизнь. Сюжет стартует с момента, когда Эмму Свон приводит в город маленький мальчик, что представляется ее сыном и говорит, что она дочь белоснежки и принца. Изначально шоу брало за основу именно классические сказки, сплетая их в единую историю, что происходит в стране зеленого экрана, и закручивая в напряженный сюжет. Однако, начиная с третьего сезона, видимо из-за растущей популярности, шоу стало ориентироваться на диснеевские экранизации. Так в истории появились персонажи мышиного дома, вроде Мериды, Жасмин и Аладдина, ученика Чао. Да, это сериал. И у меня была компьютерная игра. Не компьютерная, а на приставке. Это выглядит так странно, честно говоря, как какой-то косплей, да? И разумеется, дизайны персонажей стали придерживаться скорее диснеевских канонов, чем вольной интерпретации, как это было изначально. Местный Питер Пен это просто 4 дат всех судей и глухое дайс гроба Уолта. Парень один в один, как в мульте, еще бы играл чуть больше одной эмоции, цены бы ему не было. Получается, я принцесса-лебедь? Но она же не диснеевская принцесса. Так они тогда пытались косить под Диснея, и пусть теперь не жалуются. Это шоу славится тем, что любой человек, кто пытается его пересказать, выглядит безумцем в глазах окружающих. Короче, ты не понимаешь, капитан Крюк с Аладдином путешествовали на Наутилусе в поисках Кракена. Да ты не понял, Крюк помог выжить Бэйл. Чего, это типичное шоу на YouTube Kids, знаешь, когда они берут там... Короче, Спайдермен вместе с Эльзой, она забеременела, и они рожали дамба, а потом он полетел на Луну, и они там встретили база Лайтера, вот. Отец его приемного сына и сын Кракодила, но Бэй это Нил, и потому его похитил Пен, который отец Кракодила. Ты ведь в курсе, что это не звучит осмысленно? О, это мы еще не добрались до путешествий во времени и альтернативных вселенных, где есть две Золушки, две Рапунцель, две Алисы, пять Джинов. У меня есть хоть малейшая возможность понять, что ты говоришь? Нет. Как по-вашему, я должен интерпретировать этот горячечный бред? У сериала довольно сложно с точкой входа, ибо первый сезон затягивает далеко не сразу, но кто все-таки втянулся, спорить не будет, что первые два сезона сериала прописаны отменно. Действия динамичные и захватывающие, а актеры подобраны хорошо, пусть и излишне однотипно. Серьезно, почему у вас в сериале такие одинаковые мужики? Я долго путался. И в целом шоу держит марку качества. Знаю, приходится им прощать убогие спецэффекты, но что поделаешь, надо же прокачивать хоть какую-то добродетель в себе. Мой разум не может работать, когда страдает мое чувство прекрасного. Каким-то образом все рассказанные в сериях сказки были цельными, завершенными историями, что дополняли основной сюжет, контрастируя с настоящим и отражая истинные мотивы персонажей. В самой истории постоянно фигурировало какое-то нескончаемое действие и скучно не было. Однако с третьего сезона появилось ощущение неровности. Персонажами уже жонглировали не столь изящно, переключившись только на любимчиков публики. И начиная где-то с середины четвертого сезона шоу, из-подваль приступила к ярому скатыванию в детчайший бред. Блин, четыре походу я точно не смотрела. Авторы переусложнили свое детище, что неминуемо навлекло на него проблемы с интересом зрителя. Ну что, давайте мы видим, что с этим сериалом не так. Обычно каждый год сезон выходит, знаешь. Так, топ-10 тупейших комментов. Я серьезно никогда не мог понять, почему сценаристам не вдомек, что персонажам не обязательно быть родственниками. Я понимаю, что Дарт Вейдер в 80-х наделал много шуму, признав свое отцовство и что он не платил алименты все эти годы. И мы тогда все такие, да как он мог? Но это не означает, что зритель, услышав о родстве персонажей, моментально цепенеет от индийских персонажей. Персонажи могут быть друг другу никем. Боже, смотри. И точно так же любить и ненавидеть друг друга. В этом нет ничего зазорного. Это Мила, моя бывшая. И Крюка, к слову. И мать Беллфайра, разумеется. Эмма знала его как Нила. У них был бурный роман, она родила нам... Короче, у них там персонажи, походу, человек север, и друг другом все перетрахались. И потом они там все друг другом, короче, я поняла. Мексиканский-бразильский сериал. У меня сейчас родится новый падеж, охренительный, с вопросами «Кого? Куда?» Поживи тут недельку-другую, поймешь, здесь все поголовно в родстве. В сериале, безусловно, есть удачные находки сценаристов, и не самые тривиальные ходы, вроде Питера Пэна, который на поверку негодяи похищает детей, или Красной Шапки, что оказалось оборотнем, столкновение лбами Эльзы и Снежной Королевы, проклятие Румпеля. Но хороших сюжетов с каждым сезоном было все меньше, как и меньше правдоподобных отношений персонажей. Просто сравните вот эти вот человечные эмоции с той топорной Санта-Барбарой из поздних сезонов. При всем при этом в сериале нас постоянно пытаются удивить сюжетными поворотами, типа «А вот Питер Пэн на самом деле не просто злой, он еще и отец вот этого персонажа! А вот Черная Фея, она не просто злая, она еще и мать того же персонажа! А вот тот чувак, что беременен в один год!» Ну, в общем, тут все родственники. Помните всю ту интригу, когда оказалось, что есть общество, что хочет уничтожить Сторибрук? С каким пафосом агенты этого общества въезжали в город, и нам казалось, что все, капец. И как в следующей же серии в течение пары минут они превратились в нюней, что оказывается страдают по своей сюжетно-важной сестричке. И вообще они хороши, да ёксель-моксель, какая неожиданность! И ведь чаще всего эти откровения не имеют смысла, зрители пытаются шокировать ради того, чтобы шокировать. У сценариста, походу, всего два варианта судьбы для новых героев. Либо они окажутся чьими-то родственниками, либо брошенными сиротами. Либо и теми тем одновременно. Пожалейте сироту безумутную. Эдик, есть мысля, давай ещё пару поворотов замутим, а то как-то проседать рейтинги стали. А что мы потом с твоими поворотами делать будем? Да пофиг, что-нибудь придумаем. В итоге ты не знаешь, как реагировать, когда, например, узнаёшь, что Реджина получила силы от деда своего сына, который внук её приёмной дочери. Тут даже шутить не надо, достаточно просто пересказать некоторые сюжетные линии. Я погуглил, как пережить расставание. Там не сказано, что делать, если жена твоего парня вернулась из прошлого. Однажды мы похохочем над этим доколик. Номер девять. Ладно, прощаю. Злодеи в этом шоу получаются лучше, чем герои. И неудивительно, что зрительские симпатии чаще на стороне первых. Они более яркие, интересные и неоднозначные. Такое чувство, что именно негодяев сценаристам приятнее прописывать. У тех всегда есть мотив быть злодеем. Зритель последовательно наблюдает, как их жизни подкидывают им удар за ударом, как судьба неоднократно насмехается над ними и как они не справляются с испытаниями. Разумеется, зритель проникается этими жизненными историями, понимая, что их путь вовсе не был усыпан розами и сопереживает им куда больше, чем героям, которым по непонятным причинам чаще всего кто повезёт. Вы, герои, скучны до безобразия. Отсюда возникает дилемма, как быть? Ведь публика хочет видеть злодея, а врагов тут принято побеждать дважды в сезон. А потом по новой? Победили и повторили? А как насчёт сделать врага положительным персонажем? Он же меня чуть не убил. Ну так, были некоторые обстоятельства. Дважды. Считай, это мой шанс загладить вину. Ладно. Хорошие ребята не чураются отбирать жизни у других людей. Просто они это делают с добротой в сердце. Обретённая невежность гораздо сильнее врождённой. Ты просто пожелай стать доброй. Но я открою вам маленький секрет. Как только ваш злодей становится размазнёй, он перестаёт быть кайфовым. А мы, как зрители, не очень ценим, когда вы пытаетесь оправдать всех подряд. Вашим персонажам, да и волю, они найдут оправдание Гитлеру. И я бы спокойнее бы относился к этим актам прощения, если бы шоу не демонстрировало бы регулярно флэшбеки, в которых злодейка, что в настоящем пытается быть белой и пушистой, кроваво бесчинствует. Та, что отдала приказ? Злая королева, а не нынешняя я. А чё так можно было, что ли? Это была не я, это была прошлая я. Она была, но для этого мне надо всего лишь, чтобы вы не напоминали мне об этом каждую серию. Всё равно я вас прощаю. Это что, должно демонстрировать уровень пофигизма главных героев, которые соревнуются, кто больше простит? Я ей прощу, что она меня разлучила с румпелем. А я ей прощу, что она сгубила моего отца, вырезала половину моего народа и угрожала моему ребёнку. А я ей прощу, что она держала меня 30 лет в одиночной камере психушки. А я ей прощу спойлеры к любимым сериалам. Нет, ты не сможешь. Ладно, не смогу. Траванём её. Отправим в царство мёртвых, мы же не чудовище. О, ты такая добрая. Господи, да они даже пошли на то, чтобы отделить злую королеву от Реджины. Типа, Реджина хорошая, а злая королева это всё плохое, что было. У каждому из нас живут протилежные силы. Инь, таянь, светло и морг. Добро и зло. Хорошо, возможно, нам теперь больше не надо себя убеждать, что мы пытаемся сопереживать человеку, что устроил геноцид. Но потом они решили простить даже злую королеву, которая была сосредоточением всего. Потому что злой королеве ещё одна из злая и добрая королевы, да? Ну что, ну она в каждой серии кого-то убивала. Ну подумаешь, всем они без греха. Ты просто раненое чудовище, которое лучше избавить от страданий. Зацените, как злодейка Кора пережила короткие мехи единения с семьёй, и вот ей уже уготована дорога в рай. Ой, слушай, это так похоже, знаешь, на что ужасно? На ведьм, когда мы смотрели, да? Что? Что? Нет, я хотел сказать, что вот эта сцена, там где она идёт по скале, это дико похоже на «Властелин колец». Там где как раз-таки гора, там как будто точно такой же был выступ, как будто прямо эту сцену взяли, Ctrl-C и Ctrl-V шнули. Я имею в виду обстановку окружающую. Прямейшими смыслов. Я знаю уже, о чём вы подумали. Да, Кора — это злой двойник Пейдж из Чармедок. Пейдж — злая колдунья. Одна душа, разные воплощения. Только не говори, что ты тоже с выставки. Или вот Румпель, который менял сторону чаще, чем моргал в этом сериале. Опять солгал. Нет, я сдержал слово. Я думала, ты изменился. Белль, прости меня. Белль, мне очень жаль. Белль в сотый раз сказала Румпелю, «Ты, мужик, сплошная завравшаяся подстава, я от тебя сваливаю, и какого чёрта ты подстригся и стал похож на Агутина?» А он ей «Хоп, хей, ла-ла-лей», и она снова с ним. Что? Серьёзно? Подожди, Агутин разве подстриженный? Я сразу представляю Агутина с такими химией, такой завивкой. Вспоминаешь, как Агутин выглядит? Но никогда не был подстриженный. Нет, был сейчас он подстриженный. Сейчас он такой, с такой прической. А, точно. Это молодой Агутин. У нас с тобой отпечатался молодой Агутин. Помнишь, вот такой он, который хоп, хей, ла-ла-ла? Именно вот такой вот я воспринимаю, сразу ассоциация, что у него такие. А Николаева тоже воспринимает сразу вот эти вот усы у него и длинные волосы. И он такой, «Выпьем за любовь». То есть он вроде не подстригся. Нет, ты подумал, что один тоже. Нет, нет, Агутин, который с такими меленькой-меленькой такой завивочкой. Не помнишь? Нет? Тебе показать картинку? Не надо. В сезоне они вроде как окончательно разбежались. Тогда какого чёрта она на постой тусуется у него в лавке? Она не может снять хату, поэтому живёт у него в доме, при этом ненавидя его. Ах ты гнида! Ненавижу тебя! Видеть тебя не могу! Белль, передай, пожалуйста. Закрой рот, козёл, ты достал меня! Вероятно, сериал пытался научить нас, что людей надо прощать, однако вместо этого учит, что можно дебоширить и оставаться безнаказанным. Номер восемь. Смена курса. Процесс производства сериала – штука тяжёлая, и в отличие от фильма, который выпустил и получай свою критику, сериал – это механизм, что может прислушаться к советам зрителей в процессе своего показа. Создатели ориентируются на реакцию аудитории и корректируют курс, что порождает симбиоз решений авторов и отклика публики. Отсюда проистекает такая проблема, как мы планировали кое-что сделать, но никому это не понравилось, поэтому мы решили отказаться от идеи. Каких-то прям серьёзных сюжетных дыр в этом сериале, связанных с этим, я не обнаружил, да и, будем честны, не искал. Но всё-таки есть моменты, которые, как мне кажется, были изменены в процессе, и это бросается в глаза. К примеру, в первом сезоне нам сделали огромнейший акцент на разбитом зеркале в шахте, и я подумал, что с этим должен быть связан какой-то интересный сюжетный ход. Но нет. А помните этих странных существ, которых Реджина созвала, когда накладывала заклятие в пилоте? Думаете, о них хотя бы однажды упоминалось, или мы видели подобных существ в самом шоу? Ух, и наивны вы, ребята. И объясните мне, какой смысл было вводить Понга, если он так и не был связан с Круэллой? Кстати, кто-нибудь помнит, что у Гнома Ворчуна в первом сезоне была трогательная любовная линия, которая так ничем и не завершилась? Да, какая ранее... Видимо, стола не нужна, они просто всё это порезали. И персонажей, которых мы не засунули в шоу. Также со временем подзабили и на способности Эммы, помните, как в первом сезоне она на раз-два распознавала ложь? Назовём это даром. Лжецов я сразу вычисляю. Я чувствую, когда мне кто-то пытается сказать неправду. Я вижу, когда человек говорит правду, а когда лжёт? Ложь я распознаю на раз. Я включила свой особый дар. Она не лжёт. Как во втором сезоне она оправдывалась, мол, это срабатывает не всегда, и как уже к пятому сезону ни разу не вспомнила про эту свою способность. Мне кажется, учись она в школе профессора Икс, её бы оставили на второй год по причине неспособности запомнить свои способности. Я детектив, я знаю, когда люди врут. Или вот Реджина, почему она практически никогда не пользуется тем, что умеет менять свою внешность? Я понимаю, что она могущественная ведьма ровно тогда, когда это надо сценаристу, но меня бесит, что она предпочитает тупить, вместо того, чтобы сделать то, что она демонстрировала парой серии ранее. У неё вообще количество излучаемой от неё опасности колеблется от случая к случаю. Мне кажется, она должна сидеть в школе Ксавьера с Эммой за одной партой, как вторая годница. Мне безумно нравилась идея первого сезона, что каждая магия имеет свою цену, и это оправдывало сериал «Почему никто не метает налево-направо фаерболами и не призывает сатану», вместо этого сосредотачивая все силы на интересных диалогах и хорошей актёрской игре. «За чары всегда надо платить». «Я исполнил много тысяч желаний, и все они до одного привели к ужасным последствиям». Но чем дальше в лес? «Волшебство». А ещё меня бесит, как вы на посту и забываете, что у вас есть GPS, телефоны, интернет и прочие штуки, которые облегчат вам жизнь, как только вы научитесь не забывать про них. Например, когда румпель на полозе недугой догадались посмотреть видео с камер, но когда ровно то же самое проделал Артур со своим подчинённым, вы начали как тюлени хлопать ластами. Или вот вам есть персонаж, который подкатывал к Белли. Я таки не понял, кто это. Нам показали, как он тусовался с Робином Гудом, но учитывая количество его экранного времени, мы знаем о нём преступно мало. Такое чувство, что я где-то провтыкал серию, где была сказка про него. А, так вы отдельный сериал про него замутили? Да откуда ж я знал-то, а? Что? Что значит есть ещё официальная книга про шапку и каноничные комиксы Марвел? Я могу много приводить таких примеров смены курса. Очевидно, что многих персонажей не планировали изначально делать основными, а других связывать между собой. Рейтинги порешали. Но должен отметить, что при всём том, сколько они ввели сюжетных линий, сколько ввели персонажей, сколько выпустили сезонов, скорее всего не имея плана, подстраиваясь на ходу, я шокирован, насколько они умудряются быть более-менее складными. Мы же можем не считать флешбеки из шестого сезона за канон, верно? Шестой, получается минимум шесть сезонов, видишь? Это мы восемь где-то, восемь-семь. Сам говорил, что никогда бы так не поступил. То Белли обсуждает с Румпелем Бэя ещё до того, как узнаёт о его существовании. И вы уже задолбали пытаться залатать сюжетные дыры с стиранием воспоминаний. Стирай, не стирай, а в книге сказок оно... Тут просто... Куча имён, где-то что-то кто-то делает. Я просто... Вот эту блондинку, которая приехала, я вспомнила её. Помню, кто такой Румпельш, не могу его говорить никогда, имя. Там Белоснежка. Короче, там концепция в том, что ты понял, есть город, в котором есть всесказочные персонажи. Концепцию понял, но всё равно я не понимаю ничего, что он рассказывает. А чтобы это понять, тебе нужно было смотреть все сезоны. Да, я же не смотрел. А когда ты не смотрел... Я смотрела там буквально парочку, и это было очень давно. Как-то сначала было более-менее интересно. Я просто поэтому и прокомментировать ничего не могу. А потом, да, а потом мне как-то стало неинтересно, я что-то забросила. Видимо, там какая-то уже мишанина пошла. Я не знаю почему, я что-то вначале посмотрела, а потом мне как-то пофиг. Я знаю, что у меня некоторые смотрели, одногруппница. Она смотрела, продолжила, а я думаю, а блин, у меня не хочу больше досматривать. У меня как-то вот так вот было. Записано. Иначе как объяснить, что Нил пересказал Робину события, которые он не застал? Когда она болела, твоя жена, как случилось, что болезнь отступила? Мой отец спас ее и вашего сына. Но настанет день, и миру явит себя человек, который запарится, но смонтирует все сцены сказок в хронологическом порядке. И я думаю, они не будут стыковаться ни внешностью, ни поведением персонажей. На того же Румпеля в поздних сезонах просто больно смотреть, настолько он выглядит уставшим. А ведь поначалу они с Рейджиной давали такого джазу по актерочке, прям смотришь и диву даешься, насколько талантливые люди. Жаль, быстро выдохлись. Здравствуй, Румпель Штильскин. Генри, теперь перо писателя у тебя, ты можешь менять реальность как захочешь, теперь ты автор. Автор хорошей книги? Ну, с тех пор как перо у тебя посредственного фанфика. Вообще, пересматривая первый сезон, понимаешь, что изначально сериал задумывался совсем другим. Мрачным, жестким и более взрослым. В первом сезоне присутствовала эта атмосфера маленького городка, где все-таки радостные и улыбчивые, однако у каждого есть страшная тайна и темное прошлое. У всех свои тайны, свои секреты. Я вам так скажу, первый сезон еще хорошо интриговал на тему того, что все параллели со сказками действительно могли оказаться больной фантазией мальчугана. А потом мальчик подрос. А сейчас стоп. Я попрошу вас постараться включить фантазию, попробовать абстрагироваться от каких-то догм и стереотипов, попробовать задаться двумя вопросами, что я знаю и почему я думаю, что я это знаю. Многие вещи из прошлого нам кажутся дикими просто потому, что мы не находимся в их моменте. При этом многие дикие вещи сейчас мы воспринимаем нормально и непонятно, что из нашего времени покажется диким нашим потомком. И вот один из самых неоднозначных вопросов вселенной, это как к чему следует относиться. Если долго об этом думать, можно сойти с ума и заблудиться в дремучем лесу собственных мыслей. Я пытаюсь себе представить реакцию высшего разума на наши мелкочеловеческие проблемы, ничтожные в контексте вселенной. Просто хочу заглянуть ему в глаза и поржать вместе с ним с того, что эти люди запихнули в сериал Мулан и не сделали ни одной отсылки к Мушу. Мне этого не понять. Вся моя работа... Ой, подожди, это 19-й год. Это ещё и котика не знает, что вышел фильм диснеевский про Мулан, и там тоже не было Мушу. Представь, какая болька. Я знаю, почему они не добавили. Я знаю, что они не добавили диснеевский Мулан в Мушу, потому что этот фильм был ориентирован на китайскую аудиторию, а у них, если бы показали такого дракона, они бы очень сильно оскорбились, потому что это считается очень почитаемое священное животное, а тут это как бы комедийный маленький персонаж такой, знаешь, такой маленький пиздюк-дракончик, ну и поэтому они его не добавили, хотя я считаю, что в Мулан это один из самых, наверное, самых классных персонажей, мне кажется, Мушу, он такой прикольный. Ладно, и так сойдет. Здравствуй, путник, добро пожаловать в музей Лени-сценариста. Проходим-проходим мимо серии мюзикла, это просто сериал решил поиграть в рок-звезду и подумал, что ему все можно. Мы все здесь делали вид, что этого не было. Посмотрите на этот замечательный экспонат. Вот зелье, которое варится элементарно и очищает сердце от тьмы. Знаю-знаю, в сериале была драма на тему умирающего от черного сердца Румпеля и Мэри Маргарет с той же проблемой, так что это зелье полностью рушит всю логику и в этом ценность данного экспоната. А это у нас многоходовочка от Ингрид, которая пыталась вырастить дочь, чтобы та стала ее сестрой. Звучит многообещающе? Знаю-знаю. А какой план, какой план? Ммм, мама дорогая, аж не верится, что такой экземпляр достался нашему музею. А вот жемчужина нашей коллекции, волшебные цветы из шестого сезона. Просто послушайте вот это. Цветок волшебный. С таких феи снимают пыльцу, что снимают чары. Только вот эти цветы распускаются в единственном случае, в присутствии грозной силы. Да, это даже лучше, чем стирающие воспоминания городу дождь из фантастических тварей. Ведь разве цветы не должны были появляться до этого как минимум дважды за сезон? Никакого смысла. Бриллиант. Стойте, стойте, вы куда? У нас же тут еще много всякого бреда. Номер 6. Потерянные персонажи. Я понимаю, что вы наплодили много персонажей. Я понимаю, что за ними за всеми не уследить. Я понимаю, что можно платить гонорары только основным героям. Слушай, мне кажется, на самом деле, если бы мы даже смотрели бы этот сериал, мы все равно нихера бы их... Видишь, сколько тут персонажей? Ты, в принципе, всех, блин, не позапоминаешь. Не, ну ты хотя бы понимал, что там происходит. Но все равно. Я просто не знал, что там происходит. Так тут дичь какая-то происходит. Ты слышишь, как они там мама, папа, свата, брата, жены, куча персонажей. Потом мы, видимо, по рейтингам смотрим, которые понравились, оставляем, которые не понравились, удаляем из повествования. Поэтому мы смотрим фильмы, прежде чем спасать реакцию. Ну да, чтобы у тебя посвежить. Причем ты смотришь такие фильмы простые, какие-нибудь мультики, в которых не очень много персонажей. Но все равно, когда на свежую, гораздо лучше воспринимается. Я помню «Игру престолов». Подряд смотрела сезон, было ок. А потом был перерыв. И я продолжила. Я такая сижу, думаю, блядь, кто это? Где это? Что это? А потом там больше и больше персонажей появляется. Все, у тебя вот так вот уже все улетает. Тима остальных задействовать по минимуму. Но можно это делать не так палевно-то, а? В первых сезонах как-то более-менее все персонажи фигурировали и ни про кого не забывали. Каждый раз, когда ты думал, «Эй, а как там поживает такой-то персонаж?» Что-то мы про него уже пару серий не слышали. Как вдруг появлялся именно этот персонаж, и все в порядке. Но начиная все с того же третьего сезона, сериал постоянно стал забывать про орду сказочных засранцев. То Генри пропадет на полсезона, то про тучу других героев никто не помнит. О, привет, зеркало, я и забыл, что ты есть в этом сериале. О, привет, Золушка, точно, ты же тут тоже есть. О, привет, отец Белль. Напомни, почему ты не фигурируешь в сюжете? Разве Белль не должна пытаться тебя простить? Ты же все-таки ее отец и все такое. Апогея ситуация достигла в пятом сезоне, когда объявилась красная шапочка, что отсутствовало пару лет. И поскольку я смотрел серии «Залпом», я не мог не заметить, что героям на постой нужны были ее волчье чутье и дар к выслеживанию. Однако к ее услугам никто не прибегал, даже не приходил. И нет, не приползал. Видимо, в какой-то момент создатели тоже заметили, что они про нее забыли и придумали ей предысторию. Ты хочешь вернуться в зачарованный лес? Не отговаривай, ладно? Пусть я сумасшедшая. Оказывается, она перенеслась в другой мир, а в этом-то все ее друзья-скоты, так что никто не заметил. Господи, в каком ужасном мире мы живем. Номер пять. Однажды в стране чудес. Это еще отдельный, видимо, был сериал. Произведение Льюиса Кэрролла я считаю гениальным, и я думаю, в мире не существует человека, который хотя бы о нем не слышал. Сейчас ты чувствуешь себя Алисой, падающей в кроличью нору. Помню, будучи мелким, у меня была книга, где приводился маленький абзац из Алисы, за которым следовала сноска на две страницы с расшифровкой тайных смыслов, что закладывал автор. Забавно, что Кэролл не раз признавался, что не закладывал никаких тайных смыслов вообще. Вот что так, вред и не красеет. Нам лучше знать, что ты там закладывал. Как бы там ни было, с экранизациями Алисы все очень сложно, и я не видел ни одной, которая бы, на мой взгляд, попала бы в настроение оригинала, полностью отразила его суть и ничего не упустила. Диснеевская хотя бы смотрела в том направлении, но, по правде сказать, я никогда не ощущал ни от одного фильма безумия и мудрости, что шли в книге «Рука об руку». И сможет ли сериал, который объявил, что Румпельштильскин, Крокодил, Чудовище, Фея Крестная и... Это, несомненно, один и тот же персонаж. Я даже удивлен, что мы не обратили внимания на их феноменальное сходство. Так вот, смогут ли люди, заявляющие подобное, сделать достойную экранизацию Алисы в стране чудес? Я думаю, нет. Понятно. Смотри, ты смотришь вот эти кадры? Тебе вообще заинтересовало? Ты захотел бы такой сериал посмотреть? У тебя возникло какое-то желание это посмотреть или нет? Нет, слушай, если бы я вдруг случайно сел и посмотрел там серий «Дети», я бы уже, может, хотел бы, по сути, предложения. Но у тебя такого нету? Нет, я просто вижу стороны такой, ну, как дешевый сериал, такой, как постановочный на сцене. Как театральная постановка выглядит, да, какая-то? У сериала ровно один плюс. Он идет 13 эпизодов, потом заканчивается и больше не планирует продолжаться. А, нет, два плюса. Его еще можно не смотреть, чтобы понимать события оригинального шоу. В принципе, его можно вообще не смотреть. В остальном же этот спин-офф не дотягивает до отметки норм. Во-первых, ваша Реджина-версия 2.0 пучит губки не так жалобно, как оригинал, а мы, зрители, такие, если у тебя плохо с пучением губок, то иди ты лесом. А, во-вторых, кастинг проводил Кутузов, глядя исключительно правым глазом и предварительно попросив взглянуть на них, сорви голову. Не вижу ничего смешного. Дайте мне хоть каплю харизмы, хоть что-нибудь мне покажите. Такое ощущение, что персонажи соревнуются, кто более блеклый. Не сказать, что в оригинальном шоу всегда были удачные попадания с актерами, вспомнить только одного легендарного волшебника Мерлина. Если что, я сейчас не тяну интригу, я уже показываю Мерлина. Здорово придумал! Уверен, через 20 лет она вспомнит слова случайного мужика из кинотеатра, который отвлек ее от просмотра мультика. Но в этом сериале с кастингом вообще беда, особо переживать никому не хочется. Да, со временем и со скрипом в зубах привыкаешь и к той же Алисе, и к этому Джиллен Холлу со скидкой, но вот к чему-то нельзя так это графонию. В оригинальном сериале графоний часто убог, и это правда, словно смотришь спецэффекты из «Детей шпионов» в исполнении людей с катарактой. Слушай, графика очень плохая, на самом деле. Но в том сериале графониям старались не злоупотреблять, перенося большую часть действия в сторибрук. Здесь же практически все шоу происходит в стране зеленого экрана, и ты часто отвлекаешься на то, что... Слушай, он выглядит так, как будто сериал снял в 2000... не знаю, каком-нибудь 3-м, 2005-м, вот такая какая-то графика, честно говоря, очень-очень-очень дешевая. Оцениваешь по степени охреневания своего друга, который зашел к тебе в комнату, пока ты не успел выключить сериал. К тому же действия спин-оффа не совсем стыкуются с оригинальным шоу. Что это у вас за новый Джофар такой? Почему он не похож на мумию? И почему у него такой же посох? Почему у вас в этой вселенной джинны работают по-другому? И почему это все еще так плохо? Пожалуй, моя главная претензия к сериалу, что он просто не интересен от слова «совсем». И раз уж я узнал, кто ты такой, какого черта ты мутил с Белль? Номер 4. Иллюстрации. Так, ага, открыли скриншот. Так, теперь сюда. Так, накладываем фильтр. И готовьте чек. Вот серьезно, неужели кто-то грань на это недоразумение может воскликнуть? Ну да, просто фильтр наложили. Иллюстрация в книге сказок. Нет, очевидно. А, почему? Это есть минус сразу. Номер 3. Белоснежка и Дэвид. Клянусь, это худшие персонажи шоу, потому что, в отличие от других раздражающих мерзавцев, у этих до безрассудства много экранного времени. Начнем с Давида. Итак, давайте вспомним, что он сделал в первую очередь, когда проснулся из комы. Ну, во-первых, сбежал через дверь своей палаты, что ведет в лес. Куда ведет дверь? В лес. Какого черта вы установили дверь в лес в палате с больным человеком? Кстати, это специально для тех, кто пришел с ручным медведем, чтобы можно было его выпустить погулять, пока проведываешь больного? Или они очень буквально поняли рекомендацию о свежем воздухе в палате? Ладно, первое, что сделал этот кретин, начнувшийся с комы, сказал, «Я свою жену не люблю, я с ней разведусь и пойду к Мэри Маргарет». Окей, это звучит как позиция взрослого мужчины, который понимает, что нет причины врать человеку, чувства к которому у тебя утихли. И он желает обсудить проблему. «Я не хочу причинять ей боль, но больнее всего для Кэтрин будет мое притворство». Но потом он начинает творить безобразие, типа, «Знаешь, я передумал, я от жены не уйду, я так-то ведь стремаюсь, я хочу быть женатым, а бегать целоваться к тебе». «Я жаль, что так». Как удобно. «Встречались тайком, да из-за всей этой лжи наш брак распался. Что он мне плел про утрату близости?» «А че ты ей даешь пощечину, дай мужику своему пощечину? Ну? Как бы он тоже виноват вообще-то. Я так, кстати, не понимаю, бывают такие женщины, которые обвиняют любовниц, а как бы...» «Разумеется, нет, так поступил бы порядочный человек». Вот ведь гнида редкая, а ведь он, начиная со второго сезона, будет нам задвигать самые морализаторские речи. «Ты сначала научись не засовывать язык в рот чужим бабам, женатый ты дядя». И самое тупое, что в этой ситуации виноватой стала Мэри Маргарет, которая, дескать, решила разлучить влюбленных, символ возвышенных чувств этого городка. «Как у вас совести хватило». И она меня тогда ещё не бесила, поэтому я был на её стороне. Потому что её жёстко подставила эта ходячая идиотина. «Сколько я уже всегда буду помнить, что когда на меня ополчился весь город, тот, кому я доверяла, верила как само себе, меня предал». «В оригинальном мульте Диснея у этой одной извилинки не было столько текста, и я понимаю, почему». «Вот только открой рот, только посмей, я тебе втащу, отвечаю». Что ж, затем заглядие пало, они вспомнили, что они принцы Белоснежка, и что они начали делать? Ходить проповедовать свою повестку семейных ценностей. «Покайтесь, друзья мои, покайтесь, равенство, братья, путь к светлому будущему». «А, Дэвид, то-то пахнуло моралью». И Белоснежка, вечно страдающая такая «Вот, я убила мать Реджины, теперь моё сердце почернеет, а я же такая хорошая была. Да, я воровала, а чем они лучше? А-а, а эти люди из флэшбэков, ну они просто устали, у них тихий час внезапно настал, а я тут вообще не при делах». «Ты в курсе, что Белоснежка и Принц переместили в тебя всё зло, что предназначалось их дочери? И швырнули в портал в Скорлупке?» «Сволочи, облитые сволочизмом со сволочной начинкой». Ладно, откровенно говоря, до пятого сезона они ныли в меру, и у них даже были приятные моменты. Но вот к пятому сезону этот бездонный колодец соплей начала просто затапливать. Каждый раз, когда она открывала рот, я просто включал перемотку до момента, покуда её рот не будет плотно закрыт. «Не открывать до рождества». Даже грёбаный долматинец прописан куда лучше, просто потому, что он не открывает рот и не говорит «Принц, я Белоснежка, я буду жевать тебе сопли на протяжении всего сериала». В пятом сезоне они вообще выпендрились, отправились в царство мёртвых, и кого они с собой взяли? Ну, во-первых, ребёнка, потому что видит Бог путешествие в преисподнюю, где заправляет парень, что похож на Брюса Уиллиса по скидке, не предоставляет... А-а-а, очень похожа, как они таких находили в знакомых? Тот Джерин Хон, то Брюс, Уиллис, смотри. Но, во-вторых, они взяли свою Белоснежку и Принца, чтобы те размазывали хронометраж своим бесполезным нытьём. Я серьёзно, они ни разу не пригодились по сюжету в загробном мире, они были лишь инструментом сценариста, который подгонял под нужное время хронометраж серии, тем, что выливал тонны пресных соплей об одном и том же. Хотя, может она и говорила что-то важное, я всё равно перематывал. Ибо каждый раз при звуках её голоса моя кожа начинает зеленеть, и на мне откуда-то появляются фиолетовые шортики. Это либо повод обратиться к врачу, либо яркий пример раздражающего персонажа. Честно, я был готов боготворить шестой сезон за то заклятие вечного сна, потому что, во-первых, это крутая концепция сама по себе, и я бы вполне посмотрел отдельное кино, где парень и девушка не могут бодрствовать, покуда не спит другой, и тем самым они разлучены. Тут задумка 10 из 10 без вопросов. Но самое приятное... А ещё они молчат, да? Умеренную порцию Белоснежки и Принца. Понятно. Базаров подтвердил. И как-то даже дышаться легче стало. Номер два. Референсы. А, поэтому Паратино и Пиноккио? Прежде чем снимать фильм, писать музыку или рисовать картину, автор всегда подбирает источники вдохновения. На что это должно быть похоже из того, что он видел прежде? Какие элементы каких произведений он будет комбинировать? Искусство в этом и заключается, переработать что-то чужое, то, что ты видишь, добавив туда себя и при этом ничего не испортив. И тут вся фишка не в придумом копировании, а в умелой интеграции. Ваш покорный слуга тоже не был тем, кто придумал обзоры фильмов. Разговаривать о кино люди начали с тех пор, как это самое кино появилось. Я не придумал формат обзоров, а подсмотрел его у ностальгирующего критика и раннего акро. И тем не менее, я не находил ни одного человека, чьи обзоры соответствовали бы всем моим внутренним требованиям в полной мере. Так что я начал действовать самостоятельно. Вы всегда потребляете коктейли, просто не всегда знаете ингредиенты. И теперь давайте попробуем угадать, чем вдохновлялись создатели однажды в сказке. Так, Злая Королева это определенно зачарованная. Мохнатые шлемы это в духе легенды обыскателей, ей богу. Пластмассовый лед, я думаю, был позаимствован из Бэтмена и Робина. А Белоснежка... Я должен был стать кем-то другим. Я должен был стать чем-то другим. Таня, я к тому, что ее стремление к идеалам красоты, как на картинах Рубенса, это, пожалуй, фишка Десятого Королевства. Ты впрямь милее всех на свете. Костюмы и декорации... Ну не знаю, я бы сказал что-то среднее между Белоснежкой и Местью Гномов и Белоснежкой и Охотником. Хотя оно скорее фанатские фильмы ДНДшников напоминает. Ну знаете, киноклассика, то на что явно стоит равняться. Сама идея... Лично у меня сразу вызвала ассоциации с комиксами Фаблз. Что там еще? Ага. Так, с порталами попроще, это однозначно Доктор Стрэндж. Удобно, сам себя не засудишь. Остальное, ну это скорее отсылочки, как бич современного кинопроизводства. Бездумные и беспощадные отсылочки, просто потому что мы это можем. Помоги мне, Олби-Ван Кеноби, ты моя единственная надежда. Перевод гениальный. Это новый сезон? Ну да, ну бляж. Просто постиранный спиртвольт. Помните концовку шестого сезона? Там все проблемы разрешились при помощи магии, впрочем, как всегда. Все сюжеты завершены, все персонажи получились... Чтобы закрывать сериал. Затейливая Маш на тайную вечерю и... Меня зовут Люся, я ваша дочь. Черт бы тебя побрал в сериал! Кто сценаристы? Создатели Лоста? У меня нет культурного слова, чтобы дать вам понять, кто вы такие. Просто зачем? Вы же закончили. Зачем? Итак, седьмой сезон. Днем были рейтинги хорошие. Закрыли окончательно. Деньги были. Что ж там такое? Седьмой? Они просто ремейкнули первый сезон, заменив Эмму на Генри, Генри на... Дочь Генри, Реджину на Рапунцель, Белоснежку на Реджину и того мутного охотника из экранизации фанфика на Капитана Крюка из параллельной вселенной. Ремейки всегда фуфло. Разумеется, отсутствие Белоснежки с Принцем на экране сразу усмотрено. Они оригинальный шест закончили, а потом сделали как ремейк. И надо признать, что когда твой мозг больше не обязан хранить семейное древо, где все связаны со всеми, постоянно анализировать флэшбеки из разных временных линий и параллельных вселенных, помня, что из событий уже произошло, что не произошло, в каком родстве эти персонажи, в каком те и так далее, я обнаружил, что плачу от счастья, ведь передо мной снова локальная история, где персонажей не более десятка, где все понятно и легко ориентироваться. Ладно, вначале я такой сижу и думаю, что происходит? Погодите, золушка теперь черная? Вы серьезно? Не то, чтобы вы до этого не делали чернокожими всех подряд. Ну ладно, это сказка. Кстати, что среди сказок забыл Франкенштейн, Монте Кристо... Ладно, я отвлекся. Я просто не понимаю, зачем делать золушку черной? Почему бы не взять диснеевскую принцессу, которая уже изначально была черной? Ятиана. А, я-то думаю, а что ты печка какая она, харизматичная, ей достанется главная роль? Ей достанется главная роль? О, мамочки, мы здесь надолго. Ладно, на самом деле, актриса, исполняющая роль золушки, очень даже ничего. Знаете, сериал однажды в сказке вообще идет на пользу, когда в нем становится поменьше, ну, знаете, сказки и побольше современной жизни. В седьмом сезоне все снова заняты делом, все куда-то стремятся, они жуют сопли, но только я успел обрадоваться, как шоу опять начало наступать на свои же грабли и опять становиться перегруженным. Эдик, слушай, может не будем опять эти трехэтажные сюжетные повороты с родственниками делать? Так я уже вписал, это же наша фишка. Я думаю, что сериал, намеренно или нет, затрагивает крайне любопытную тему. А что если твоя красивая история не закончится? Ведь хорошая история – это оконченное произведение, имеющее драматически выверенную структуру. Фильм, спектакль всегда можно остановить в какой-то хороший момент на жизнь. Вот бы был у него всегда счастливый конец. Идешься по набережной, прекрасный день, идешь с любимой девушкой, вот целуйтесь. И вдруг из-за горизонта начинают медленно подниматься титры. Мне казалось, что именно в этом и заключается проклятие Реджины, что отныне у персонажей больше нет сюжетных арок, через которые они должны пройти, что не будет долго и счастливо, будет лишь хаотичный набор событий без желанного людьми смысла и значения. Добро пожаловать в реальный мир! Вот таким был мой скромный список претензий к сериалу, расставленный не в порядке возрастания претензий, а скорее как сердце приказало. В целом, это неплохое шоу. Я бы даже посоветовал оценить первые три с половиной сезона и сделать вид, что второй половиной сериала попросту не осуществует. А, потому что полуполовинка этого сериала. Ты не знакома со мной. Наверняка многие из вас ожидали разбора сюжетных дыр, типа Если Румпель затеял всю эту историю на несколько веков, дабы найти сына, то что мешало ему тогда воспользоваться бабами, русалками, шляпой шляпника, волшебными цветами, собственной тенью на крайняк? Ответ. Он хотел перенестись в немагический мир, не потеряв магию. Настолько он был труслив. На кой черт? Кора мутила своей мутки. Она же стала королевой, как хотела. Чего она к Реджине-то придолбалась? Ответ. Она была одержима властью, выбилась из грязи в князе тяжелым трудом и боялась, чтобы дочь не профукала ее достижения. Тем паче она на подобном однажды уже обожглась. Почему Реджина, имея в арсенале способностей фаерболы, телепортацию, смену внешности, стирание воспоминаний и прочее, не могла разделаться с тупорогой белоснежкой? Это всегда так, это куча фильмов такое, да. Ответ, потому что она злодейка из книги сказок с не самым лучшим автором. Знаю, натянута, но здесь этим многое объясняется. Почему у героев нет бобы, когда великаны еще живы и есть бобы, когда великаны уже мертвы? А вот это уже хороший вопрос. Пожалуй, главные проблемы этого сериала это небрежные отношения с персонажами, постепенная потеря сказочности, невнимательность авторов и самоповторы. Ибо вы быстро собьетесь со счета, если попробуете подсчитать, сколько раз герои попадают сквозь портал в другой мир, теряют память, находят потерянного родственника или когда весь город накрывает проклятие. Снова заклятие, все по новой. Воспоминания стерты. Опять моих родителей Крюка и Зелену втянуло в портал. Опять нашел лазейку и всех нас просто предал. Как обычно. Чего уж говорить, если сами авторы в ответ на вопросы зрителей о несостыковках не раз признавались, что просто бывало забывали, что они уже наворотили и не особо парились над целостностью историй. Конечно, когда столько, блин, персонажей. Нил. Ему лучше? В смысле? Филипп, дружище, ты же сдох от Дементора, что ты там делаешь? Забавно, что в том же году вышел Гримм, который тоже пытался играть с идеей перенесения сказок в современный мир. А, Гримм, я что-то чуть-чуть начинала. И так же после трех сезонов ждулся. Наверное, мораль этой сказки в том, что залог хорошей истории это своевременное окончание. Танец. Ну, короче, опять-таки, как с Шерлоком, что мы с тобой смотрели. Да. Нужно было смотреть. Шерлока мне было попроще смотреть, потому что я его... Ну, немножко... Там, во-первых, меньше персонажей, как ты видишь, Шерлоки. Посмотри. Там ключевые после 2, 3. Ну, что это не смотрел, поэтому... Да, а тут еще миллион персонажей. Для меня это было как китайская грамота, знаешь. Типа, я просто не понимаю, о чем обзор, потому что я не знаю ни персонажей. Не то, что... Нет, понятно, про что обзор, но ты не понимаешь, что там, знаешь, какие-то сюжетные нестыковки. Ты не знаешь, кто такая Реджина, ты не знаешь, что такая там Белоснежка, кем они друг другу, блин, приходятся, кто там, кого зовут. Знаешь, то есть был бы какой-нибудь там обзор на сверхъестественное. Ну, вот Вадим бы там нормально бы понял. Ну, Гарри Поттер, помнишь, мы смотрели? Гарри Поттера, да, да. Нам очень дошел. Гарри Поттер же... Потому что Гарри Поттера там понятно. Там, по-моему, заблокировали во всех странах. Мы заблокировали его. И заблокировали первую часть полностью. Мы смотрели только одну часть, да? Да, первый философский камень. Вот. Я помню, он был прикольный, да. Потому что, я говорю, конечно, комфортнее смотреть обзор, когда ты смотрел оригинал. Если ты смотрел оригинал, либо ты знаешь вселенную. А когда не знаешь вселенную, либо очень давно смотрел, либо очень поверхностно знаешь, ты не так проникаешь с этим. Ты как там трансформер кидаешь в каких-нибудь сидишь такой? Я такой... Не, ну тут я больше понимала. Тут, извини, я тут хотя бы первый сезон смотрела. Не, ну ты хотя бы смотрела. Я этого не смотрела вообще ничего. Я была, в принципе, ок. Я как бы в курсе. Более-более плюс-минус, конечно, кроме этих сюжетных поворотов, я бы тоже без понятия, да? Вот. А когда я понимаю с нуля смотреть, ты тоже сидишь такой... Что происходит?